Всем привет, меня зовут Антон, я работаю в компании Одноклассников. Я занимаюсь автоматизацией тестирования Android-приложений. Спасибо. Моя основная задача является помощь нашим автоматизаторам и разработчикам, чтобы наши пользователи получали можно лучший экспириенс. И были счастливы. У нас есть статистика Google App, о которой 42% пользователя поставят ему одну звезду в Google Play, если увидят тормоза или ошибки. 73% пользователей, наоборот, наградят вас пятью звездами, если увидят хорошую отзывчивость интерфейса, скорость и дизайн. Так что же такое проблема производительности? Обычно, когда пользователь работает с приложением, он обращает внимание на скорость запуска. Это первое, что он видит. Скорость открытия экранов и прогрузки этих экранов. Половность анимации и скролла. Хотел бы более подробно поговорить о скорости запуска приложения. На кивке видно, как мы запустили приложение, и очень долго ждем, пока прогрузится спиннер, и только потом открывается само наше приложение. У нас есть несколько видов старта. Самый долгий, когда приложение еще не прогружено в память, оно запускается дольше всего. Есть также горячий и теплый старт, когда оно уже в памяти, и времени надо намного меньше. Я буду в своем докладе оперировать холодным стартом. Дальше будет видно, почему. Остальные проблемы можно, в принципе, подвести под определение лишней работы на UI трейде. Если мы блокируем основной поток приложения, видно на кивке, мы нажали на кнопку, потом пытаемся взаимодействовать с интерфейсом, через какое-то время смогли только свернуть. Потом опять вернулись в приложение, ничего не работает, и мы получаем INR. INR — это Application Doesn't Respond. Это значит, что мы ожидали довольно много, и UI поток так и не проснулся. Это, как Юра сказал, из-за тяжелых вытасчислений, которые не выведены в дополнительный тред, или это также может быть из-за большой вложенности. Тут видно, что у нас лист из тысячи элементов, которые мы скроллим, и все элементы у нас загружаются в память. Сейчас он начнет притормаживать и вылетит по ООМ. Вот эти три вещи, наверное, самые важные, на которые стоит обращать внимание, чтобы пользователь видел плавное приложение и чтобы все экраны грузились быстро. Наша аудитория одноклассников довольно большая, 43 миллиона человек. У нас большая фрагментация устройств. Много людей в регионах, которые используют слабые и не совсем новые устройства, и большая фрагментация по качеству сети. Поэтому проблема производительности для нас стоит особенно остро. Но было видно, что 42% еще обращаются на качество. Качеством в нашей команде занимается отдел КОА. Он создает из 30 КОА-инженеров, которые поделены на продуктовые команды. Это такие, как видео, мессенджинг, лента, фоточки и платформенные команды. Тот же самый Android. Наши инженеры не только тестируют фичи вручную, но и пишут на них автотесты. Я отношусь к команде автотестирования. Наши обязанности входит помощь в написании фреймворка для автотестирования, написание своих собственных сервисов, запуска, сравнение тестов, отчетов. Все эти сервисы самописные. И по запросу разработчиков и алицетировщиков мы дописываем нужные им сервисы. В плане Android у нас сейчас можем запустить на один прогон 300 эмуляторов, на которые гоняем UI-тесты. Мы гоняем на каждый pull request в develop и pull request в мастер. 600… Даже нет, я вам вру. На каждый pull request в каждую ветку мы гоняем 600 end-to-end тестов и запрещаем мерч, если хотя бы один фейл был при прогоне. Где-то в районе 60 запусков в день и 15 минут на прогон всех 600 тестов. Про качество я вам рассказал. Им занимается наш отдел QA. Рассказал немного про инфраструктуру. Давайте подумаем. Сейчас расскажу про то, что можно делать с производительностью приложений. Исправлением производительностью занимаются разработчики. Если мы придем к ним и скажем, что это приложение в прошлом релизе работало намного быстрее, они, в принципе, нас послушают, но лучше бы давать им какую-то более смыслную информацию, на которую они могут опираться. Поэтому анализ производительности можно составить из трех частей. Это сбор информации, анализ и отдача этого разработчика, чтобы он делал приложение лучше. Для сбора информации нам нужны инструменты. И умение ими пользоваться. Дальше поговорим про инструменты. Самое простое — это пользоваться инструментами, которые предоставил нам сам Google, которые есть в каждом девайсе. И для демонстрации следующего инструмента надо рассказать, как работает рендер-система в приложении, ой, в системе Android. Каждый кадр в системе Android должен быть отрисован за 16 миллисекунд. Если он не успевает отрисоваться, то он будет отброшен. Когда мы наблюдаем такое явление, то анимация в приложении становится прерывистой, потому что кадры идут не друг за другом, а отбрасываются. Как я уже сказал ранее, это может быть из большого объема работы на UI-трейде или больших структур данных, из множества картинок, которые мы грузим, или из сложного лейаута. Вот так вот выглядит то, что должна сделать система Android за 16 миллисекунд. Я хотел вам про это рассказать, но это выглядит немного хардкорно. Я скинул ссылку на Google IEO 18, в котором это рассказывается подробно, и можно ставить на паузу, продолжить просмотр. Первый инструмент, запись времени работы на ГПО, находится в разделе разработчиков. Когда мы его включаем, то у нас появляются вертикальные и горизонтальные линии. Горизонтальные линии показывают барьер в 16 миллисекунд, который не надо преодолевать. Вертикальные линии показывают скорость отрисовки кадра. Они поделены на разные цвета, расшифровываются в упрощенном приближении. Красный и оранжевый, это значит, у нас работа идет на ГПУ, и ЦПУ ждет ее. А синий и голубой, это значит, что у нас грузятся картинки, и мы ждем, пока они загрузятся. Зеленые, это происходит из-за мерл, measure layout. Вьюхи определяют, где они должны находиться на экране и сколько будет занимать пространство. И также там фиксируется нажатие пользователя. В примере ниже мы листаем список из тысяч элементов, который был раньше, и видно, что здесь много вертикальных полос, которые пересекают 16-миллисекундный барьер. В основном они зеленые. Это из-за того, что у нас крупная структура данных, которые постоянно надо отрисовывать, и она занимает место в памяти. Следующий инструмент показывает обновление экрана. Я здесь показал, куда не надо жать. Есть раздел рисования. Если вы нажимаете, то все начинает окрашиваться в зеленый. Если вы нажимаете правильную кнопку, она находится в аппаратном ускорении визуализации, то все окрашивается в красный. Красный — это маркер, на который надо ориентироваться. На примере гифка, который постоянно себя обновляет, и видно, что она мигает красным. Если мы перейдем в обычный список, то он стабилен красный и не обновляет себя. Если мы перейдем в список, за который я поместил гифку, то он постоянно будет мерцать, потому что гифка на заднем плане обновляется. Это можно видеть с помощью этого инструмента. Отладка наложения. Следующий инструмент, он тоже находится в инструменте разработчиков. Его можно сравнить с тем, как если вы решили покрасить стену, покрасили сначала в красный свет, потом перекрасили в зеленый. То есть то, что у вас под зеленым, никому не видно, но вы тратите ресурсы на создание и на отрисовку. Чем больше у вас таких слоев, тем больше красного будет в вашем интерфейсе. Здесь видно, что список, под который я поместил гифку, он частично красный, потому что поверх него полностью нарисован список. Мы лишний раз его создали и нарисовали, а это является проблемой для производительности. Продвинутые инструменты — это те, которые вы можете запустить на своей машине. Самым популярным среди них является инструмент в Android Studio. Вы можете запустить как сэмплирующий, так и инструментирующий профайлер. Сэмплирующий позволяет вам замерять с какой-то периодичностью то, что происходит на CPU и показывает вам все инструкции, которые выполнялись на процессоре. Инструментирующий не постоянно производит из-за меры, но тем самым влияет на производительность системы, потому что он требует для себя дополнительных ресурсов. Также есть memory профайлер. Опять-таки показываю список из тысячи элементов. Видно, как выделяется память. Это синяя полоска, которая постоянно растет. Также есть battery профайлер и network профайлер, которые позволяют отследить все… на такой профайлер позволяет отслеживать, какие пакеты с какими заголовками, даже картинки позволяют просматривать. Battery профайлер позволяет смотреть, какие wake-локи, запросы геопозиции происходят и как часто они происходят, потому что это аффектит батарейку. Более подробно можно ознакомиться в докладе с CodeFest. Ссылки будут в конце. Король инструментов — это систрейс. Он показывает всю информацию, которую он может собрать с устройства, начиная от отрисовки каждого кадра. Тут они помещены красными стрелочками. Красные кадры, значит, они отрисовывались дольше, чем за 16 миллисекунд. Также показана частота процессора, которая видна выше, которая была при отрисовке того или иного кадра. Также в этом инструменте есть инструкция о том, как решить ту или иную проблему. Если кликнуть на красный кадр, то он скажет, в чем может быть проблема. И иногда даже видео с YouTube, которые позволяют понять, что делать дальше. Все эти инструменты используются нашими тестировщиками. Иногда достаточно показать что-то на девайсе, и разработчик начнет исправлять. Но есть множество кейсов, которые требуют более тонкой подготовки и занимают много времени. Поэтому мы решили помочь нашим разработчикам-тестировщикам и это ускорить. Сбор информации для систрейса. Для замера холодного старта мы решили собирать систрейс и профайлинг CPU. И для этого нам нужно было запускать приложение, подключать к нему компьютер, собирать нужные данные и потом только отправить разработчикам. Это все занимало минимум 10 секунд, ой, минимум 10 минут. Мы решили это автоматизировать. Под холодным стартом мы понимаем загрузку приложения и прогрузку первого кадра ленты. Предварительно мы кейшировали ленту для того, чтобы не было запросов по сети. Чтобы все это сделать, подготовить правильным образом приложение, нужно было сделать несколько команд ADB и замерить систрейс. Что нам нужно было, чтобы автоматизировать? Мы решили, что нам нужно отлеживать это в динамике. То есть мы решили запускать на каждый мерш-мастер, выводить график на дашборд разработчиков, чтобы они при какой-то аномалии, здесь видно пик, могли зайти и получить в удобном виде все профилировочные данные. Систрейс и профайлинг, сэмплирующий по процессору. Да, и запуск на реальных устройствах, потому что мы пытались запускать на эмуляторах, у нас был слишком большой разброс, поэтому мы запускали на одних и тех же устройствах, которые отобрали по нашей статистике самых популярных устройств у пользователей. Для этого мы сотрудничали с разработчиками и в наше главное приложение добавили точку входа для замера времени старта процесса и как раз-таки точку, в которой мы получаем первый кадр. Для того, чтобы собирать информацию, написали дополнительное приложение, которое запускалось вместе с нашим основным, и на него передавали как раз-таки время старта. Дальше я расскажу, покажу парочку команд. Для начала нам надо было установить наше главное и дополнительное приложение и запустить один тест, который бы логинился в наше главное приложение и прогружал ленту. Здесь представлен простой тест на UI-автоматоре, который можно запустить из консоли. Логин и пароль передаются отдельно и легко встраивать в скрипты. После того, как мы получили наше приложение с сессией, нам нужно очистить всю информацию из памяти и сделать, как будто бы оно запускается первый раз. Затем мы запускаем специальным ключом. Ой, извиняюсь. Да, со специальным ключом, чтобы передать, можно сказать, activity из консоли, передавать дополнительные параметры. Мы это сделали для того, чтобы в нашу специальную сборку для профайлинга мы могли вызывать нужный сегмент, который давали заработчики, и не аффектить другие сборки. Таким образом мы забирали это со стороны клиента, с нашего главного приложения тоже добавили, и потом отправляли как раз таки вот эту информацию. Затем после запуска приложения и очищенного приложения, которое для холодного старта, мы запускали Sistrace и просто ждали. Прилейс Sistrace в том, что он сохраняет информацию о запущенном, собранном профайлинге на машину, и надо доставать его с устройства. Для запуска сэмплирующего профайлера мы можем также запустить activity, передав ей всего два параметра. Это с какой периодичностью снимать сэмплинг и куда на девайсе сохранить этот трейс. Но надо обязательно не забыть остановить этот профайлинг и потом забрать с девайса нужную информацию, которую мы собрали. Это схема того, как это работало. Проблема в том, что когда мы запускаем приложение, мы не знаем, что первый кадр уже загрузился. Поэтому в нашем профайлер API мы сделали broadcast receiver, который принимает от главного приложения информацию, когда первый кадр уже поступил. Поэтому с нашего компьютера мы постоянно запрашиваем, поступило ли время холодного старта, когда мы его получили, мы собираем всю информацию, все трейсы и отправляем его на наш сервис, который отправляет уже информацию на дашборд разработчиков. что мы делали? Мы работали тесно с разработчиками, сделали хорошую нотификацию на каждый мерч в мастер, поэтому мы можем в динамике наблюдать и решать проблемы до выкладки их в store. по результатам мы смогли сократить время холодного старта на 50%. Часть проблем была не связана с нашим приложением. Это были, например, Google карты, которые инициализировались слишком рано, и были проблемы с самым Android framework, который мы смогли отследить на сестрейсе, потому что он показывает все, что происходит на девайсе. План на будущее. Мы хотим внедрить новый инструмент Google Jetpack Benchmark, который позволяет замерять секции кода, которые происходят меньше, чем за 50 миллисекунд и внедрить в наши тесты Espresso. Также хотим переключиться с сестрейса на Perfeta. Это своего рода наследник сестрейса, который позволяет собирать намного больше данных и собирать намного более длинные трейсы, потому что он хранит их в другом формате. Сестрейс занимает очень много памяти, когда скидывать свои профайлы, информацию. Общий вот по всему. Можно начинать, не имея опыта программирования, просто имея телефонный пользователь инструмент, который предоставил Google. можно сильно облегчить жизнь разработчикам и не тратить их время, написав немного скриптов, ну и меньше тормозит, меньше удаляет и больше радуются ваши пользователи. Это все ссылки, которые интересно почитать, если вы хотите заниматься улучшением производительности приложения. Спасибо за доклад. Антон, прости, что мы тебя так подвели с технической стороной. У Антона не было комментариев вот внизу слайда докладчика, это очень сложно. Вопросы? Вопрос сразу. Разработчики используются, например, тоже для, ну, есть DTK, вместе идет программа для анализа JVM, да? То есть это Kotlin, Java, неважно, JVM. Вот они используют для того, чтобы профилировать свое Java-приложение разработчики. Ты так понял, делают тестировщики, да, всю работу, анализа? Нет, у нас тестировщики только занимаются анализом трейсов и анализ профилирования CPU, это работа разработчиков, они лучше разбираются в коде. Мы только помогаем собрать всю эту информацию, потому что это довольно долгий и трудоемкий процесс. Понял, помогаете, окей. Второй вопрос, вы, ну, где-то, наверное, это складываете, да, всю эту информацию, чтобы потом посмотреть динамику, как у вас за год выросла нагруженность на положение, а где это у вас лежит? У нас, во-первых, у нас много графиков, которые мы храним в своей системе в одноклассниках, а также у нас есть собственные графики для автоматизации тестирования, и мы как раз туда все и складываем. У нас там своя база, и в принципе у нас вся инфраструктура для метрик, тестов и всего остального есть, то есть мы туда все и складируем. Добрый день. Один короткий вопрос, наверное, или нет. Собственно, применяете ли вы все вот здесь наработки по определению скорости старта для сейчас попробую сформулировать правильно, для выявления просадок, ну, когда разрабатываете новые фичи, и являются ли эти показатели, как сказать, ограничивающим фактором для выпуска новых фичей в прод, то есть если фича дала просадку приличную по времени старта, ну, то есть будет ли это ограничивающим фактором, или без разницы в данном случае. Да, я как раз упомянул, есть, не так давно выпустили Google Benchmark, который позволяет замерять секции кода, и мы его активно используем в наших новых фичах, то есть если у нас произведительность после прогона тестов падает, то мы начинаем разбираться, что не так, и запрещаем мерж. Здесь то же самое, когда у нас после мержа в мастер, просто это довольно долгое время приходится собирать данные, гонять, и потом смотреть на графики. Если пик на графике происходит, то мы тоже не релизим и не разрешаем мержить в релиз до того, как не выясним, почему у нас увеличилось время старта приложения. Добрый день, Вячеслав, БКС. Первый вопрос. Интересно, каким раннером вы запускаете эспрессо-тесты? И, ну, наверное, нет ли проблем вот с флэки тестов, насколько стабильно, ну, есть ли какие-то падения этих тестов? Ну, именно в этом докладе я показал обычный Android Runner, который запускает тест на логин, и он стабильный. То есть параллелизации нету, да? То есть у нас, ну, именно здесь у нас четыре девайсы, на которых параллельно не запускаются. У нас для UI-тестов end-to-end есть собственный раннер, и это немного другая история. Там у нас 300 тестов параллельно запускается. свой раннер писали, да? Ну, мы дописывали, да. Не планируете, если, ну, не секрет, выложить его? Там очень много специфики, и на рынке уже есть достаточное количество раннеров, но один из самых известных это Marathon. В принципе, там достаточно функциональности. Спасибо. Все, спасибо за доклад. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ